Борьба с незаконным оборотом оружия остается одним из приоритетных направлений в деятельности республиканского МВД. Это связано с тем, что преступления, совершаемые с его использованием, почти всегда относятся к категории тяжких и особо тяжких. Например, бандитизм, убийства, разбойные нападения и вымогательства. Злоумышленники приобретают пистолеты и автоматы нелегальным способом. Популярностью пользуются и кустарные образцы. За 8 месяцев с начала года полицейские выявили и поставили на учет 36 единиц огнестрельного и газового оружия. Это три малокалиберные винтовки, в том числе один автомат, четыре пистолета, 21 охотничьего и кастрольного ружья, три обреза, 902 единицы боеприпасов различного калибра, две гранаты. Из трех с половиной десятков единиц оружия и боеприпасов не все с криминальным прошлым. Что-то случайно находит, как это произошло 19 сентября в Зубово-Полянском селе Парца. Сельчанин, копая землю, вырыл ржавую боевую гранату F1. А вот 46-летний житель Лямберского района ничего не находил, а наоборот, прятал на территории заброшенных дач садоводческого общества около села Аксенова. Незарегистрированное оружие и боеприпасы. В тайнике лежали автомат Калашникова и две гранаты, одна из которых с боевым запалом. Заходи в футболе. Владельца схрона задержали и доставили в отдел полиции для допроса. Там он признался, что оружие и боеприпасы принадлежат ему. В 90-е годы мужчина занимался предпринимательской деятельностью. Когда клиенты в Самарской области не смогли с ним расплатиться, за поставленный картофель он согласился на бартер. И в Мордовию вернулся с Арсеналом. Затем бизнесмен совершил изнасилование. Находился в розыске, отсидел 9 лет. А когда приехал в родное село, к нему нагрянули оперативники уголовного розыска. Уголовное дело возбуждено по факту. По факту обнаружения. Также на брифинге поделились и новыми цифрами операции «Оружие-2018». Напомним, она проходит до конца года. Ее цель – избавить население от незаконно хранящихся ружей, пистолетов, гранат и патронов. Добровольная выдача освобождает человека от уголовной ответственности, и ему выплачивается вознаграждение. По всем данным, 18 фактам, коллегами из МВД проведены проверки. Материалы на выплату вознаграждения, затем направляются в ЦЛР, готовятся материалы, и затем направляются в Министерство юстиции, которое уже производит выплаты согласно тех тарифов, которые утверждены в данной региональной программе. На сегодняшний день сумма выплат по 18 единицам составила свыше 34 тысяч рублей. До конца года вместе с везоном охоты продолжаются и специальные рейды Росгвардии, МВД и природоохранных ведомств. В рамках таких мероприятий с середины августа силовики уже выявили 33 административных правонарушения, связанных с оборотом гражданского оружия. Анастасия Семушева, программа «Происшествия».